Девушки стоят в полном объеме. Подсудимый не хочет помнить или забыл то, что натворил два месяца назад. Будучи нетрезвым, Нижнекамец совершил разбойное нападение на небольшой магазин. Запрыгнул через прилавок и начал угрожать продавцу ножом. Разбой, то есть нападение в цели хищения живого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Между продавщицей и подсудимым завязалась драка. В итоге он ранил ее ножом в ладони, забрал из кассы 8 тысяч рублей и бросился бежать. Он защищал себя и магазином, потому что махался, он же мог бы и меня поранить. Я его просила, пожалуйста, брось нож, не трогай меня. У меня еще у ребенка в этот день был день рождения. Я говорю, у меня дома сын, пожалуйста, не трогай меня. Брось нож, говорю. Несмотря на раненую руку, девушка не растерялась и вызвала охрану. Злоумышленника задержали по горячим следам. Кстати, обидчиком оказался постоянный покупатель потерпевший. Я сразу сказала, что это он. Мне даже фотографии показали, когда уже через два с половиной часа его нашли, уже где там он был, уже в алкогольном опьянении, там ни за каком. За разбойное нападение нижнекамцу грозит до 10 лет лишения свободы. Возможно, срок и сократится, если мужчина раскается и признает свою вину. Айгул Леблонска, Багрия Исламов, новости НТР.